Мы принесли макулатуру для сдачи. Исписанные тетрадки, журналы, черновики. Всё, что в школе плохо лежало, местная молодёжь отправила на переработку. Зумеры уверены, проблема с экологией – одна из главных в мире. Я думаю, что это должен делать на самом деле каждый человек. Мне будет очень приятно, если я потом посмотрю этот выпуск и узнаю, что не только мы принесли. Но сегодня мы даже с младшими классами, даже маленькие дети приносили бумагу. Это было на самом деле очень приятно и очень мило. Присоединились к акции в Надымском районе и взрослые, собрав в среднем по сотне килограммов макулатуры с каждой организации. У нас сотрудники приносили из дома как книги, так и ненужные газеты, ненужная макулатура, которая дома лежала. Черновики на рабочие. Черновики собрали. Картон, в который ящики у нас лежали. Всё это собрали, принесли. Общие сложности мы набрали сегодня 150 килограмм. Сбор бумаги был особенно популярен в СССР. За 20 килограммов можно было получить талон на новую книгу. А лозунг «60 килограммов макулатуры спасает целое дерево» до сих пор у всех на слуху. Сейчас в качестве поощрения вручают значки и футболки с логотипом «Чистый Ямал». А нормативов как таковых нет. Но вот, к примеру, в Таркас-Али активисты собрали 500 килограммов, и каждый там знает, какой вклад он внес в сохранение природы. Вся макулатура разлагается по-разному. Каждую макулатуру можно неограниченный раз переработать. Например, книга будет лежать на свалке лет 12, прежде чем сгниёт, особенно если она в какой-то пластиковой упаковке красиво обёрнута. Это будет вообще лет 25, а то и 70. Собирать макулатуру будут ещё несколько месяцев, как в городах, так и в посёлках. Здесь, на Ямале, её спрессуют, а потом отправят на дальнейшую переработку. Адреса сбора можно найти на официальном сайте проекта.